Друзья, я приветствую всех на канале Садовый Гид. С вами я, Лариса Зарубина. Я сегодня приехала в агрохолдинг поиск. Рядом со мной стоит уникальный человек Николай Сальников, который является руководителем питомника. И сегодня мы, проходя с ним по территории питомника, мы не могли, конечно, не остановиться вот в этих прекрасных гортензиях. Николай, что на этой площадке? Здесь такая красота стоит, ну просто нереально. Что посажено на этой площадке? Что за гортензия у вас? Расскажите, это новинки или старые сорта? Здесь, получается, эта посадка высушена, растения были однолетними. Это две зимы, третий сезон лета. То есть это трехлетний кустарник? Это трехлетний кустарник, да. Ну, четыре года будет на следующий год все-таки. И здесь высажены в сравнении, так скажем, классический старый ассортимент с новинками. Ну, как раз трехлетней давности, да? Да. Здесь представлено около 40-45 сортов, сейчас точно не скажу, да? Но на площадках можно увидеть еще больше в контейнерах, примерно 80 сортов метельчатой контейнеры. Здесь, опять же, очень много новинок, да? Вот Шугараж, тоже прекрасный сорт. Вот он меняется в течение всего сезона, очень интересный, да? Один из самых первых, самых окрашиваемых сортов, вот классика, да, опять уже настала классика, хотя относительно новый сорт. Асмельба, да, уже начала окрашиваться, да? Да, это любимый сорт, да. За нами следом идешь к классиках жанра. Фантом. Фантом, который всех очень обожает. Всегда крупная шапка. Да. В зависимости от погоды, очень меняется от зеленого в розовый, то есть вообще самый классный интересный сорт. Беспрозврочный. Вот этот вот сорт, да, там чуть пинг, немножко они долюбливают его наши покупатели, но тоже является одним из самых ранних сортов. И у него есть такой момент, так называемая ремонтантность, то есть от цвета и соцветия, если мы убираем, то в конце сезона, с сентября на вот этих побегах молодых, да, появляются тоже цветки. Отлично, вот эти вот ремонтантности, я ее обожаю. Николай, это особенно, наверное, для южных регионов актуально, потому что у нас все-таки лет короткое, а вот те, которые ближе к югу, у них вот это можно фейерверк в цветении продлить. Здесь однозначно, да, она подойдет. Да, прям фейерверк продлить. Так что берите на заметку южане. И очень много новых сортов там, вот опять, с трогборебросом, с кайфол, да? Как я люблю, да. Опять, стандартный классик, это сильвердоллар, сэндефрайз. Ну, тут перечитайте, сейчас можно все по алфамиду, да, вот опять. Они все подписаны. Самый снову самый лав, да. Самарская лидера, правда, подсаживалась только в том году черенком однолетним. Потому что в прошлом году у нас она закончилась, тогда и не было в наличии просто. А самые ранние сорта, вот вообще, если так разобраться по цветению, да, очень такой интересный. Конечно же, как это, раннее цветение влияет обрезка. Обрезка, совершенно верно. Я смотрю, у вас вот здесь эксперименты идут по обрезке, потому что кусты одного и того же сорта разные по высоте. Да, здесь есть такие моменты, сейчас мы покажем позже на другом сортовке, там прям четко видно. Но, тем не менее, к самым ранним сортам можно отнести, вне зависимости от обрезки, это такой сорт, как Дентель де Гаро. Это, наверное, один из самых... Красивый очень сорт. Изящный, как облако, соцветие, такое легкое, может быть, не все любят, оно не совсем полное, рыхлое, но оно крупное, большими крупными цветками стерильными, да, мышскими. То есть, он вообще потрясающий сорт. Еще один из самых ранних, его еще считают и называют, предпочитают, как контейнерное, да? Да. Это, давайте пройдем, то что покажем. У него цветает, но, тем не менее, у него тоже есть такой момент, как ремонтант. Покажите. А юга, она будет интересна, это полстар. Посмотрите, вот тут уже отсвели, да, не совсем они презентабельны, но когда он свел полностью, представьте себе, вот это вот бело-розовое облако, то есть, потрясающий крупный соцветий, да? Сейчас вот, если их срезать, да, не давать завязываться семенам, то в осени можно добиться здесь подробного. Мне кажется, у него еще запаха нет, да? Потрясающий запах. Просто было куча шмелей, пчелок для него. Медонос прекрасный. Очень интересный и классный аромат. Ну, и пошли уже опять новинки. Полвир. Полвир тоже. Самый спрашиваем, самый интересный. Посмотрите, какая крупная шапка. Мне очень нравится Полвир. То есть, ну, потрясающий, набитная, просто набитная. Я их чем-то с фантомом всегда в одну связку ставлю. Вот еще один сорт среднего срока цветения. Пинки Кромис. Да. Чем интересен, почему вот пинки. Он, знаете, окрашивается, как мороженое, то есть, я бы сказал, как вот рожок. То есть, отцветие выглядит, как рожок. Вот сейчас мы видим, да, вот это уже отцветающее, еще не цветущие, не макушка. И получается, что здесь он розовый становится чуть позже, а здесь еще прям белый. Чем-то ванилу раз напоминает. Но ванил сразу-таки почти целиком со стороны солнца, да, загорает. То есть, здесь получается загар одновременный начинается снизу и постепенно поднимается вверх, потому что... И самое главное, не разваливается, не падает. Очень классно. Прямо стоящий, да. Мощные побеги. Мощные побеги. Смотрите, какие толстые. И его еще можно отнести не к ремонтантным, а с длительным периодом цветения. То есть, начинается сначала на молодых... Вернее, на не сильной обрезкой, да, а потом начинают выходить побеги, которые, скажем, нижние, да, с нижней спящей почки. И вот они еще раз зацветают уже где-то в сентябре, да. И кусты, я думаю, что это невысокие, где-то сантиметров 70-80, да? Ну, здесь мы подрезали, нет, по-моему, он все-таки метр двадцать. Метр двадцать. Да, метр двадцать. Отлично. Это как раз для маленьких садов, друзья. Сорт, но он уже, скажем, с полтажа посетительной кластикой. Обожаю. Это пастел грим. Пастел грим. Очень интересный. Начинает белесым, потом зеленым, потом опять такой переходящий, лососевый. И потом до оранжевого огненно-красного доходит. Я бы сказал, как это, с рыжим, да? Ну, вот здесь я сейчас сорву один, правда, еще маленький цвет. Это потрясающе по красоте. Я могу сказать, что из всей кучи он всегда выделяется. Это, говорю, это еще первый только начинает распускаться. Очень интересный. Очень интересный сорт. Начинает меняться. В жанре, ну, им вообще даже гордился, говорит, что это, ну, конечно, Банилл Фрайс, Ви, 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 Ви. После пастел грим пошли уже серия Мэджикл. Мэджикл Файр, Мэджикл Свитцами, Мэджикл Лунлайт, Мэджикл Везувий. Мэджикл все потрясающе. Прекрасный сорт интересных тоже мохито, да? Но я хотел бы все-таки вернуться сейчас к Мэджикл, да? И вот обратите внимание на первый, который растет, да? Файр. То есть он, если убрать этикетку, но его можно очень спутать с виндсредом, да. Единственная разница, что все-таки, мое мнение, он быстрее, интенсивнее нарастает, дают вот эти большие длинные побейки, крупные. И все-таки тоже достаточно неразваливающий сорт, то есть держит все цвете. Но виндсред, мне кажется, покраснее. А вот сейчас мы пройдем дальше, и он уже начал краснеть. А вот Мэджикл Файр, он еще не приобретает на краску. И вот посмотрите, пожалуйста, на мохито. Прекрасный, обалденный сорт. Тоже сейчас уже начинает... У нас похолодало резко на этой неделе. Уже ночи где-то 10-12, и уже эти гортензии начинают окрашиваться. То есть вот уже оттенки появляются. И у него тоже можно одновременно соцветия видеть и зеленый, и розовый, и березый соцветия. И такая набитая. И вот посмотрите, мы говорили сейчас про обрезку. Да. То есть вы ставили эксперимент, насколько быстро зацветет вот эта очень низкая обрезка. Вот Little Fries половина была обрезана вообще в ноль фактически на 1-2 глазка. А часть мы оставили где-то 4-5 почек. Ну, посмотрите. Цветение одинаковое. Почти одинаковое, да. Единственное, что здесь я, конечно, здорово присел высота. И более меньше цветения. Ну, это здорово. Николай, у кого сады маленькие, кому не нужны в кусты даже метр двадцать, вот это вот низкое обрезка, они могут... Да, сегодня был клиент и говорит мне, посажите, пожалуйста, хотел выбрать что-нибудь метр двадцать. Сейчас это актуально. Как Самарская лидия. Что-нибудь подсадить, икры. Подождите. Если вам понравилось соцветие, нравится этот соль гортензии, не... Можно регулировать ее обрезком. Да, регулировать ростом. То есть выбирайте на 1-2 почки, и у вас будет приблизительно та же высота, как в Самарской лидии. И по темпам цветения, по интенсивности цветения, я, например, никакой разницы особо не увидела. То есть здесь то же самое интенсивное цветение, только поросевший куст и все. Не, ну здесь как бы, ну, может быть там покрупнее, да, и может быть все-таки чуть-чуть на неделю пораньше. На неделю, да, это вот разница, я уже заметила. Недели при холодном лете, ну, 10 дней, а так все, сроки зацепляют. Ну, так опять наши классики, да, идут Little Lime уже, Lime Light, который уже... И вот тоже очень хороший сорт, интересный. Классно получается катакрим, получается штаммовая форма. Да. Из него очень здорово делают. Геркулес. Прекрасный тоже новый сорт. Он буквально недавно тоже появился на рынке, но по силе. Вот они чем-то их можно в один ряд посадить. Поларбил. Да. Они похожи. Схожи, схожи, да. Да, похожи, похожи очень по интенсивности, по силе. Такая классная, у него интересная тоже большая шапка. И они такие комсовидные, такие набитые, красивые, просто потрясающие. И по срокам цветения они приблизительно одинаковые. Красота. Они, смотрите, какая выровнялась. Да, 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 да. Вот это вот, конечно, Геркулес вообще просто откладный. Мы-то сейчас говорили с вами, вот он, подошли к нему, к Вимсреду. Да. Мы сейчас сравнивали, все-таки он, не он компактный, Вимсред, да, серии Magical. Но посмотрите, насколько он уже окрасился. У меня Вимсред высокий, где-то метр пятьдесят. Но у меня на стене достаточно старый куст. Здесь мы делали обрезку. Да. Я ему стараюсь повыше чуть обрезку делать, и у меня достаточно рано. Одна из самых ранних гортенгий, цветает очень рано. Сколай, а вот какие сортов вы посоветует те, которые, вот люди, предпочитают, чтобы были белые до конца сезона? Ну, немножко крепкие. Медведь, он по пичке не окрашивается. Не окрашивается, да. И вот изновидных относительных, это вот самый сноу. Очень классная шапка, круглой формы, сорт. Тоже не одновременные цветения соцветия, да, то есть идет там с отставанием, может быть, две в три недели, одна за другой зацветает соцветия. Но плюс в том, что не розовеет и остается даже, становится после зеленого, зеленоватого, даже потом переходит в кремовый, белый прям оттенок, молочный. И тоже, я смотрю, куст прям настоящий. Прям настоящий не разваливается. Вот, кто предпочитает, просто, ну, говорят, не хочу розовое, да, уже. А многие так говорят, хотим делать, да. То вот, пожалуйста, вот компактный сорт, если белый медведь, все-таки он большой, ну, высокий, все-таки, то это компактный где-то до метра куст. Ну, опять, друзья, если даже вам нравится сорт, правильно Николай сказал, не пугайтесь. Если вам нужно небольшой, этот сорт всегда вы сможете превратить в средний размер. Пожалуйста, правильная обрезка, и все, и будет у вас тот же самый. Обновлять, не забывать, убирать старые побеги, да, вставлять новые с одной-двумя почками снизу, да. И кормить хорошо. И кормить, и все тогда будет у вас хорошо. Друзья, мы приехали на поле, где выставлены гортенди. Это те гортенди, которые можно купить? Да, эти у нас продажи, что мы сейчас с вами смотрели, это экспериментальный участок, там продажи нет. То есть здесь огромный ассортимент, порядка 80-80 сортов выставлены. Посмотрите, они перед вами и на штампе, и крупные взрослые растения, и молодые. Вот здесь вот перед нами первое, что назовем, что есть в отличие, самарская лидия, да, полстарого, там чуть дальше, да. И уже отцветшие, и зацветающие, да, специально подстригали, чтобы в разные сроки было. Ну и куча много новых сортов других, и тех классических, и новинок. Я приглашаю к нам, пожалуйста. Друзья, и это еще не все, это только одна страна. На другой стране еще такое же количество гортензий стоит. Там еще две теплицы с гортензией. Так что те, кто планировал высаживать гортензии, сейчас самое время увидеть их соцветиями, поймете, какие нужны вам эти сорта, не нужны. Может быть вы думали об одном, а он окажется в жизни совсем другим. Так что приезжайте в поиск, вот пожалуйста, те, кто планировал гортензии, все для вас. Приезжайте, будем рады. Все, мы прощаемся, друзья, с вами. Николай, спасибо вам за обзор по гортензиям. Я уезжаю такой в радостной душу, я вообще обожаю гортензии. Я очень рад, что сегодняшний наш рабочий день вам понравился. Принес массу удовольствия, да. Спасибо вам большое, Николай. Все, друзья, мы прощаемся с вами, и до новых встреч. Всем пока.